Осень 2018 года выдалась достаточно богатой на события в ВПК, сфере обороны и в целом для силовых структур Украины. Не все они были для нас успешными, не все идет как по маслу, но есть несколько интересных тенденций, которые будут задавать тон в военном строительстве в ближайшие месяцы. Потребности наших вооруженных сил и подразделений МВД все еще финансируются на 60-65% от запросов, а сами ведомства крайне нуждаются в подготовленном персонале. Даже по планам на курсах лидерства в Дисне, в 197 или 202 центре и по различным программам ВС США, Британии и Канады, в 2018 планировалось обучить почти тысячу сержантов. Например, в Штатах, сержантских и старшинских должностей в ВСУ примерно 50 тысяч. Калькулятор в помощь, когда придется перестать плакать в твиттер по поводу качества подготовки. Поэтому, когда вы заламываете руки о том, что кругом в армии некомпетентные специалисты и людям, пришедшие на заработки, не забывайте о плановых темпах реформ при помощи трех стран Большой Семерки, их инструкторов и их бюджетов. Понимать процессы и ту глыбу задач, стоящих перед нами, станет гораздо легче. Прежде всего, с передачей 16 танков Т-64БВ и Т-80 можно с уверенностью говорить, что начался процесс стандартизации, унификации и модернизации бронетанкового парка Украины. Похожие машины мелькали на параде в честь Дня независимости и на одной из передач в 2017 году. Теперь параллельно с модернизацией в строевых частях это уже базовая комплектация с заводом, что не может не радовать. Убран осветитель Луна и установлены дополнительные блоки динамической защиты. Интегрирован прицел с тепловизором от Триман. Двигатель прошел капитальный ремонт. Установлена цифровая защищенная радиостанция и комплект спутниковой навигации. Танки получили возможность выполнять задачи ночью, применять управляемые ракеты, работать передовым командным пунктом. В целом, увеличили боевую эффективность и скорость реакции на угрозу. Называть точное количество, пока его не обнародовали в СМИ, мы не будем, но речь идет о батальонах, а не о штуках. Также, исходя из интервью начальника бронетанкового управления ВСУ, готовится новая модернизация Т-64 до уровня Булат и выше, с учетом выплывших ранее по эксплуатациям проблем с маневренностью и ходовой. По-видимому, существующая модификация Т-64БВ 2017 года промежуточная, и на ее основе будут дальше улучшать ходовую, устанавливать новую динамическую защиту, работать над МТО или моторизацией. Несмотря на предвыборные бредни политиков о том, что мы продаем современные танки за границу, в Таиланд и Африку, пока сами ездим на снятом сохранении старье, реальность немного другая. И дело даже не в том, что начали, наконец, долгожданное производство оплотов для ВСУ, когда еще эта рота достигнет операционной готовности, да и повлияет она на ход боевых действий чуть более, чем никак. Это скорее дотация для завода и попытка удержать коллектив на плаву до того момента, когда рост экономики даст возможность перевооружаться быстрее. А вот то, что для каждого из типов БТТ, состоящих на вооружении ВСУ, разработана модернизация и ее активно внедряют в войска, заказывают танковые управляемые ракеты, переводят в цифру связь, ведут работу над заменой орудий, выработавших свой ресурс. Танки снаряжают тепловизорами. Невозможно не заметить, если ты не окончательно поехавший на предвыборных лозунгах «Фрик». Противотанковое вооружение – увеличение передачи противотанковых ракетных комплексов на порядок. Только на День независимости было передано 75 комплектов. Вполне вероятно, что за 2018 год ПТРК «Корсар» и «Стугна» уже перевалили за полторы-две сотни единиц. Если помните заказы для НГУ и пограничников, и информации в открытых источниках о скорой отгрузке еще 70 единиц до конца года. Это серьезные цифры, и практически в каждой батальонно-тактической группе механизированных войск у десантно-штурмовых бригад и морской пехоты уже есть подразделения с новым противотанковым вооружением. Отгрузки шли и в 79-ю, и в 93-ю, и в 36-ю, и в ССО, и в учебные части. В 184-м НВЦ в Старычах на базе 356-го учебного полка развернута школа операторов ПТУР. С полосой лидерства учебным классом с тренажерами, полигоном для практических стрельб, активно готовит операторов. Где-то стугну используют на подскоке с бортовых грузовых автомобилей, где-то колхозят на МТЛБ или БРДМ, где-то применяют с баги. Но везде это длинная рука, способная выполнять задачи из глубины порядков, работать ночью или при помощи тепловизора, входящего в комплект, и поражать цели на расстоянии пяти километров, включая укрепленные и огневые точки специальными ракетами. Корсар позволит пехоте на передовых опорных пунктах противостоять бронетехнике противника. За счет мобильности работать в ССО. Кроме того, с массовой закупкой отечественных комплексов увеличивается плотность постсоветских фаготов и конкурсов, что в целом сказывается на стойкости и живучести противотанковой обороны. Ну и новый финансовый год в США. Уже готова очередная партия «Джевелин» для Украины. До 70 пусковых и 500 ракет до конца 2018 года. Это не фантастические планы. По всем ведомствам уже 400-450 переносных противотанковых комплексов. Причем за 2018 получено больше, чем за все годы до этого. Это не просто рост производства, а целенаправленная программа перевооружения с капитальными инвестициями и взаимодействием по запросам с партнерами на Западе. Кроме того, ведут работу над противотанковыми машинами на шасси БТР-3, Варта-Новатор, Казак, программой по оснащению штурмов С, барьерами, которые смогут доставлять тандемные головы на расстоянии в 7 километров. Совсем недавно завершились очередные стрельбы барьером В с геликоптерами 8 МСБ, но заявлена адаптация и под крокодилами 24. Постепенно модернизируя ударные вертолеты до ночных модификаций и адаптируя их под применение высокоточных ракет, мы получаем хороший задел для борьбы с бронетехникой противника в случае маневренной фазы. Используя штурмы Ми-8 МСБ, Ми-24 и массируя мобильные ПТРК команды, вполне возможно решать уже даже оперативно-тактические задачи. Для невоенных можно проиллюстрировать эту концепцию, как с рубежа в 5-7 километров, невзирая на туман, сумерки или применение маскировочных сеток, душить все, что шевелится на линии боевого соприкосновения, не давать танкам и бронемашинам противника выходить на оперативный простор и быстро уходить в глубину, избегая ответного огня. Не только пресечение попыток вклиниться между взводными опорными пунктами или лобовых танковых атак, но и как способ размотать дот или огневую точку, отсечь с фланга подкрепление, обрезать снабжение и поддержать наступление механизированных войск на широком фронте. Также хватает новостей о высокоточном вооружении. Испытания отечественных БПЛА Камикадзе с кумулятивными зарядами, доработки боеголовок к локализованным польским БПЛА до 4,5-5 килограмм боевой нагрузки и крайне многообещающий контракт с турками по среднему ударному беспилотнику Bayraktar TV2. Аппарат активно применяют в боях с исламским государством и курдскими повстанцами. Более 40 комплектов работают в турецкой армии, полиции и жандармерии. У нас, естественно, альтернативно развитые сразу же принялись петь песни о ПВО России на Донбассе и то, что нет точек приложения дорогущего комплекса. Хотя нет еще ни подробностей о цене за единицу, ни локализации, ни вооружений. Так вот, тут есть некоторые нюансы. Основное ПВО корпусов – это стрелы, осы АКМ и ПЗРК. Да, фиксировалось применение торов и боков, но эпизодически и после регулярного мониторинга стратегическими беспилотниками США резко пошло на спад. Эффективная дистанция огня, стрел и ос – от 5 до 10 километров. Но они не находятся в передовых порядках. Из-за угрозы прилета мин и ствольной приходится располагать их в глубине, хорошо маскировать и прятать в капонирах. Управляемые ракеты и корректируемые бомбы Bayraktar TV2 эффективны на расстоянии 8 километров. И выходит, что турецкая машина будет в зоне поражения считанные секунды. Попробуй разбери на фоне регулярного пролета квадрокоптеров с кустарными бомбами разведчиков и корректировщиков огня, баражирующих вдоль линии соприкосновения, по кому нужно стрелять здесь и сейчас. Было бы это легко, не было бы десятков подтвержденных вылетов с ударами по опорным пунктам ЛНР и ДНР. В идеале в обозримом будущем украинские войска построят единый разведывательно-огневой контур, где контрбатарейные радары, беспилотные аппараты и РЛС будут выдавать общую картину происходящего, а БПЛА Камикадзе, дежурные и поднятые катапультами ударные, выполнят наряды на поражение вскрытых целей. Особенно хорошо будет заходить по командно-штабным машинам, расчетам тяжелого вооружения, грузовым автомобилям на последнем километре во время разгрузки снабжения. Засек, пометил цель на планшете для артиллерии или направил дрон по срочной цели, оставил заявку для баражирующего противотанкового аппарата. И опять же, никуда не девается риск размена. По взлетевшим ракетам может прилететь пакет от реактивщиков. Мы потеряем дрон, а противник — подготовленный расчет ПВО, штучных специалистов. Камень, ножницы, бумага. Вот только вариантов больше и правила сложнее. Есть значительные подвижки в ПВО. Стрельбы на полигоне Ягорлык подтвердили заявленные производителем характеристики ЗРК С-125М1. Они начинают идти в войска. В планах поднять из травы два полка С-125, полностью укомплектовать бригаду С-30В1 и начать потихоньку ставить в строй кубы. По торам, насколько быстро поднимут полк, это еще вопрос. По-видимому, продолжается работа над ошибками в промышленности и обучении расчетов. Задачи все те же. Эшелонированная оборона и большее количество каналов, чтобы отразить одновременный пролет искандеров, удар бомбардировщиков и штурмовиков. Противник может пробовать шатать, например, южный фланг ООС синхронно вылетами из Крыма и ударами из-за границы. Одновременный ночной налет под прикрытием самолетов и вертолетов РЭП с пусками 30-40 ракет, пакетами РСЗО по второй линии с Земли и включением станции самоприкрытия в воздухе. Здесь понадобится именно количество каналов, чтобы перехватить максимум целей с условием, что часть комплексов будет подавлена, часть уничтожена, часть отключит станции наведения и кругового обзора. Поэтому модернизация С-125М с увеличением почти вдвое высоты и радиуса поражения. Поэтому сопряженные пуски с единого командного центра и запуски оцифрованной осы на фоне пусков С-300В1. Стационарные комплексы прикроют каскад гидроэлектростанции, прикроют АЭС, будут развернуты возле арсеналов и ППД. А еще кубы вполне могут работать в красной зоне, сбивая Орланы и прочие мелкие летающие зоопарки, высвободив буки для оперативных задач. Как показало поражение F-16 Суфа Израиля ракетой С-200 и сбитой Ил-20 ВС России дружественным огнем, старички еще могут пустить кровь. И нет ни одной причины, по которой их не стоило бы разворачивать против такого же возраста грачей и сушек с модификацией ПК+. Опять же требуется понимание в обществе, что крен в сторону высокоточного оружия, локализация турецких беспилотников, способных баражировать над линией соприкосновения 24 часа, или прием на вооружение ольхи, способный устроить в оперативном тылу противника АД. Закупка корректируемых снарядов и бомб имеет временный лаг в 2-3 года – от начала финансирования до насыщения подразделений и создания хотя бы возимого запаса, а не запаса на 20-30 суток боевых действий. И наличие высокоточного оружия, дронов Камикадзе и сильнейшей в регионе авиации, так и не решило в Израиле ту ситуацию, что добрая треть страны время от времени устраивает забеги до бомбоубежища. А остановки и детские садики крайне напоминают блокпосты. Как и в Азербайджане, новейшие турецкие БПЛА, израильские спайки и украинские ночные вертолеты, модернизированные с ЮАР, оказались не в состоянии вскрыть эшелонированную оборону и минные поля по факту территориальных войск НКР. Воевать трудно, чтобы об этом не врали и не писали в СМИ. Почти каждый раз, говорим это и будем повторять, даже технологически отстающий противник не желает быть мишенью и преподносит сюрпризы. На сегодня задача Украины, продолжая перевооружение, не выплеснуть с водой ребенка, помня о бытовых и жилищных проблемах бойцов на длинной дистанции, занимаясь обучением, поднимая социальные стандарты и довольствие. В этом смысле одна реформа питания в Дисне и создание школы ПТО в Старычах едва ли не важнее, чем два десятка ударных БПЛА. Сохранить костяк подготовленных и прошедших горнила боев солдат и увеличить количество резервистов. Последняя контрольная точка – 178 тысяч человек первой очереди и до 100 тысяч резервистов всех уровней, призванных в год. Это все очень хорошо. Но еще есть куда работать в 40-миллионной стране. Новостей масса, все их невозможно вместить в формат даже лангрида. С момента предыдущей статьи были экатера от США и ходовые испытания десантных кентавров и закупки станков для стрелковых боеприпасов за рубежом. Мелькали новости о пороховом производстве и создании цикла «Броневая сталь корпуса» сразу на трех предприятиях. По-видимому, начинается масштабная программа модернизации пограничных катеров. Мы растем, прогрессируем, продолжаем так давно назревшую реформу вооруженных сил. Уже несколько лет Украина больше ни жертва, ни лузер и не проедает остатки советского ВПК. Вы можете придерживаться другой политической платформы или быть в жесткой оппозиции нынешней власти, но не заметить этого невозможно. Шутки про голую босую армию закончились примерно в 2016-м вместе со списком вещевого удовольствия, положенного в АТО, и постепенным созданием мобилизационных запасов. Про Польшу и батальон-мажор с призывом по 100 тысяч человек резервистов в год после сорванных мобилизаций, про криворуких хохлов как-то куда-то делись тогда, когда не осталось в живых или на должности в республиках ни одного из лидеров-коллаборационистов с 2014 года. При нашей жизни закончатся шутки про Первую армию Европы и остальное дежурный понос при слове Украина. Останется только страх от того, что мы будем в состоянии поставить на место любого, кто посигнет на нашу страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok